Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем изучение Евангелия от Матфея в рамках библейского портала экзегет.ру, глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Откуда у апостолов, у учеников появляется вопрос, кто больше в Царстве Небесном. Речь идет о том, что предшествующее событие повествует о чуде со статиром там, где Христос. К Петру обращаясь, говорит, статир заплатить за меня и за себя. И вот толкователи объясняют, ученики завидуют тому, что Христос предпочитает Петра всем остальным. И у них появляется очень дипломатичный вопрос, кто больше в Царстве Небесном. Иисус призывает дитя, поставил посреди них, сказал то, что именно вот таких есть Царство Небесное. Кто не умалится, как этот дитя, тот не войдет в Царство Небесное. Чем ребенок отличается от взрослого человека? Святитель Азлатоуст, например, говорит, что дитя очень незлобивые. Если даже он и пошалит, и даже если получит крепкий подзатыльник от мамы, то буквально через определенное время, уверенный в любви своей матери, он уже и не обижается, что было так. Но, наверное, самое главное, то, что ребенок живет подлинной жизнью. Он не двуличен, он не лицемерит. Если ему горько, он плачет. Если ему радостно, он смеется. Именно этим дети отличаются от взрослых людей, которые любят играть в жизнь. И вот в данном случае Христос призывает быть как дети, то есть не сравнивать себя с другими, подобно тому, как в семье братья и сестры, в нормальной семье, не завидуют друг другу, а знают, что у них есть любящие родители. И если так, то тогда человек действительно спасается, а не примиряет на себя то спасение, которое, как ему кажется, он совершает. И вот дальше Господь говорит о том опасности соблазна, который может совершить человек. «Кто соблазнит одного из малых, всех верующих в меня, тому лучше было бы, чтобы повесили ему мельничный жернов». И дальше слова «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и бросит себя, лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержены в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и бросит себя, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержены в гиену огненную». О чем эти слова? По объяснению толкователей, Христос начинает улавливать в том, что в апостолах появляется надмение. Надмение над простыми верующими людьми, потому что простые люди, в отличие от них, не обличены особой властью. Им не дана власть ни дуги исцелять, и бесы изгонять. Если бы надмения не было, апостолы бы не задали вопрос, кто больше в Царстве Небесном. То есть, каждый из них хотел быть больше. И Господь говорит, что в этом надмении называет величайший соблазн для верующего человека. Горе миру от соблазнов. Они должны прийти. Но горе тому человеку, через который соблазн приходит. И вот дальнейшие слова необходимости отсечь руку или ногу, или вырвать глаз, если он тебя соблазняет, на первый взгляд очень похожи на то, что Господь произносит в Нагорной проповеди, когда дает заповедь не любодействовать. Но если там речь идет о борьбе с плотскими возделениями и похотениями, то здесь речь идет именно о гордости человеческой. Если ты соблазняешься, если ты надмиваешься над ближним, и в этом виновата твоя рука, или твоя нога, или твой глаз, то лучше их отсечь. Господь свидетельствует о том, что абсолютно всякий человек достоин для вхождения в Царство Небесное через дальнейшие слова. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Всякий человек дорог для Господа, каким бы он ни был. И святитель Иоанн Златоуст, объясняя вообще, в целом, вот эту очень важную евангельскую мысль, говорит, что здесь Господь упреждает апостолов не надмиваться над безграмотными людьми, делая вывод из их безграмотности о их нулевом духовном состоянии. Бывает очень часто по-другому. На первый взгляд, человек безграмотен, но он живет истинно духовной жизнью. Духовной жизнью, то есть он дитя перед Богом, он не лицемеет, он живет перед ним жизнью, какая есть. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся. И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней больше, нежели о девяносто девяти заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Христос как бы так хочет сказать, тем более, если вы видите, что человек нуждается в помощи вашей, не надо над ним надмиваться. Знайте, что ради него и пришел Сын Божий. Очень важное мы здесь находим свидетельство о том, что нет воли, чтобы кто-то погиб. Или же другие слова «говорю вам, что он радуется о ней больше, нежели о девяносто девяти незаблудившихся». Если человек не переживает свое состояние как заблудившегося, то есть он считает себя праведником, то тогда ему и не нужен Бог, то тогда его Бог и не будет искать. И, пожалуй, это очень драматичные для многих из нас слова. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добудет тебе как язычник и мытарь». Вот очень важные слова о том, как верующий должен поступать, творя суд над ближним своим. Мы видим, что первая заповедь запрещает разглашать недостатки ближних перед другими. «Господь говорит, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если не послушает тебя, то тогда уже скажи двум или трём. Приведи их, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Ну, а эти слова, конечно, еще и о другом. Мы очень часто субъективно судим по отношению к тому, что против нас совершают наши ближние. И часто бывает так, что наедине выясняя между тобою и тем человеком, который тебе не нравится, что он делает, оказывается, что ты не прав, а не он. А если все-таки оказывается, что ты прав, но человек не хочет принести покаяние, не хочет исправиться, то тогда действительно нужно это уже сделать при свидетелях. Но именно с желанием, с усердием, чтобы этому человеку помочь встать на путь истины. Господь не случайно говорит, что при двух или трех свидетелях свидетельствуется истина. Это из Евангелия от Иоанна. Очень похожие слова на слова из Евангелия от Матфея. «Если же не послушают и их, скажи церкви». Ну, вот греческий термин «здесь употребляемая экклесия» всеми толкователями практически понимается, православными, именно как указание на церковь Христову. Хотя многие говорят просто об обществе, собранном по религиозным убеждениям. Но мы все-таки принимаем, что речь идет о церкви Христовой. «Скажи церкви, если не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь». То есть в данном случае тогда общения не надо иметь с этим человеком, потому что то, чему он учит, и то, что он делает, не будет способствовать твоему спасению. Не говоря, конечно, уже о том, что он сам себя ведет в духовный тупик, в духовную погибель. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Знакомы уже нам слова, которые свидетельствуют о том, что власть прощать грехи дается апостолам. То есть это действие, конечно, божественное, это таинство от Бога, но совершается через руки апостолов. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле попросить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». В данном случае мы видим, какую силу имеет молитва людей, объединенных во имя Господа. Естественно, слова о всяком деле, чего бы ни попросили, мы понимаем о всяком деле, который способствует нашему спасению. Абсолютно все Господь может исполнить. И здесь мы можем привести еще символический пример, который нам уже знаком, о том, что даже гора с одного места способна бывает перейти на другое, если это будет способствовать спасению людей. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз?» И Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до седмижды, семидесяти раз». Апостол Петр, наверное, как один из наиболее быстро улавливающих мысль Христову, подходит к нему и говорит, «Смотри, как я понял хорошо все, Господи. Даже готов я простить до семи раз человеку, который прощает против меня». Но Господь, к сожалению, разочаровывает его и говорит, «Не говорю тебе до семи, но до седмижды, семидесяти раз». По объяснению толкователей, это последнее выражение знает, что бесконечное число раз мы должны прощать нашим ближним их грехи, если они искренне хотят исправиться и каются в том, что совершают против нас, то зло, которое мы для них обличаем, помогая сказать, что это не так. «Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, и когда начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов». Начинается притча о двух должниках. Наверное, многим она известна, но здесь, в силу ее известности, мы можем остановиться на каких-то деталях. Что такое талант? Но если посмотреть простую сноску к этому слову, то это будет вес серебра. На самом деле таланты были разные в Иудее. Был золотой талант, был серебряный талант. Если говорить о золотом таланте, то его величина составляла 10 тысяч динариев, а серебряный талант – 6 тысяч динариев. С учетом того, что среднестатистический заработок ветхозаветного Иудея того времени, то есть дней общественного служения Христа, дневной заработок составлял 1 динарий, а прожиточный – минимум 10 динариев в месяц, то мы можем здесь задаться вопросом, как в такой долг мог попасть человек 10 тысяч талантов, один талант или 6 тысяч, или 10 тысяч динариев. Поэтому сразу эта притча задает определенный тон, понимание, символа. Талант – это, конечно, жизнь, данная человеку. Ее нельзя измерить никакими суммами. Ее нельзя не заработать, но в долг попасть можно. 10 тысяч талантов. Потому что когда человек, данную от Бога жизнь, начинает тратить не для Бога и не для тех дел, которые ходатайствуют или израбатывают человеку спасению, он оказывается в должниках. И так должен был ему 10 тысяч талантов, а как не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, жену его и детей, и все, что он имел, и заплатить. Вот, пожалуй, этим и обрисовывается то, что он задолжал всю жизнь государю своему. И он, и жена, и дети, и все. Абсолютно заключается. Вот это слово «умилосердившись» здесь очень важным является, поскольку государь, конечно, понимал, что такой долг ему никогда никто отдать не сможет. И только милосердие, только любовь к этому рабу, к этому должнику способствовала тому, что он был выпущен из темницы, был выпущен на свободу. Долг был прощен. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, то есть сумму бесконечно меньшую, чем должен был тот, которого выпустили из темницы. И, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Неслучайно Евангелие употребляет здесь точно такое же выражение второго должника по отношению к первому, который первый употреблял по отношению к государю, как бы напоминая этому первому должнику, что абсолютно в такой же ситуации, как ты недавно был, нахожусь я, только должен тебе, вкрат и меньше. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, видя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты опросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя». И, разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его. В данном случае сама притча достаточно проста и понятна. Она в определенном смысле не требует больших комментариев. Интуитивно мы понимаем, о чем идет речь. Но концовка этой притчи, слова нашего Господа, они очень важны. «Так Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату согрешение его». Вот здесь бесспорно акцент в этом выражении падает на необходимость простить от сердца своему брату его согрешение. Мы знаем, что это очень сложно. Мы знаем, что это практически невозможно для человека, который имеет нечто против того, кто совершает против него зло. Но в этом и заключается по всей вероятности наше спасение. Если мы сможем сделать сердце способным прощать зло нашим ближним, согрешающим против нас, то тогда мы войдем в Царство Небесное. Если сердце останется замкнутым, подобно железобетонным вратам, не способным прощать, то Отец Небесный поступит с нами, точно так же, как с этим истязателем-длужником, который не хотел помиловать своего товарища. Поэтому, по сути дела, эта притча не только о великом милосердии Божьем, но это великий призыв к тому, чтобы мы сделали все, но озаботились крайне тем, чтобы свое сердце сделать милующим. На этом заканчивается 18 глава.